Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление. Сегодня я хотел бы поделиться своим экспертным мнением по поводу того, каким образом идентифицировать, распознать хайп-проект и что такое хайп-проект, почему стоит об этом говорить, почему это мошенничество. Давайте посмотрим на это, какие признаки, каким признаком, соответственно, удовлетворяют хайп-проекты, чтобы понимать, что с этим связываться не стоит, потому что вероятность потери денег здесь очень и очень высока. Не забываем про нашу традицию последнего времени, что мы дарим подарки, подарок находится по ссылке под данным видео, проходите, забирайте, надеюсь, он вам будет болезнен и ценен. Итак, что такое хайп-проект, мы говорили вот в этом видео частично, когда говорили о том, куда не стоит инвестировать, давайте об этом более подробно. Вообще хайп это мошеннические действия, мошеннические действия согласно Уголовного кондекса России, это преступление против частной собственности, когда путем обмана и злоупотребления доверием человек получает право собственности на денежные средства другого человека. Ну, то есть это классическое мошенничество. Почему подпадает по составу преступления под критерии мошеннических действий? Потому что денежные средства, которые принимаются, они не направляются на самом деле ни в какие объекты на инвестиции. Часть средств выплачивается для текущей базы людей, которые пришли в пирамиду, в финансовую пирамиду. Часть денег, соответственно, остается в проекте. И скорость, скорость которой формируется пирамида, она как раз таки определяет скорость жизни хайп-проекта. Но про то, каким образом это работает и почему в это не стоит делать, мы уже, соответственно, про это поговорили. Еще раз напоминаю, ссылочка вот на этом видео. А сейчас поговорим, как же все-таки распознать, то есть как это получается идентифицировать. Сейчас в основном используют порядка трех-четырех элементов для привлечения внимания для маркетинга. Первое – это криптовалюта. То есть у нас есть гениальные трейдеры, у нас есть команда аналитиков, у нас есть там супер успешные лица. При этом этих лиц не видно, непонятно. Или где-то они могут быть представлены, но может никак не соответствовать, что этот человек действительно там работает. То есть, соответственно, есть гениальная команда, которая позволяет зарабатывать 2% в день, и мы вам 2% в день платим. Ну вот первое, да, что вызывает у меня некий такой вопрос, если вы такие умные, зачем вам в принципе привлекать деньги? То есть просто возьмите формулу сложного процента и возьмите капитал в, не знаю, в тысячу долларов. Каков будет размер капитала по формуле сложного процента через один год? Кстати, я тоже смотрел в свое время такой фильм интересный, многим советую посмотреть, который называется «Область тьмы». Если не смотрели, то обязательно посмотрите. Брэдли Купер там играет, да, то есть все говорят, блин, мне бы такую гениальную таблетку, да, которая там ускоряет работу мозга до 100%. И вот если посмотреть весь фильм, с чего он начинается, как он развивается, чем заканчивается, причиной основной проблемы главного героя было то, что он у какого-то, ну мягко это назовем, да, неадекватного человека взял деньги. Почему он взял деньги? Потому что его научили торговать, он там делал какие-то сверхвысокие результаты, и он пришел, и этого человека взял взаймы 150 тысяч долларов, потому что, видите, для него это было слишком медленно. Даже я без употребления данного рода таблетки понимаю, что разумно не связываться с какими-то криминальными структурами, чтобы получить деньги для операции на фондовом рынке, а если ты зарабатываешь, там, удваиваешь счет каждый день, то, в принципе, при его размере капитала на тот момент, ему для того, чтобы удвоиться, нужно было там порядка одной недели, даже меньше. И тогда, если ты такой умный, зачем тебе связываться и просчитать такие риски? Но это некие лирические отступления, да, нужно понимать, что если есть гениальная команда, которая делает 2% в день, друзья, эта команда не будет привлекать счета по 50 долларов, по 100 долларов, по 1000 долларов, а эти люди, они будут работать в Goldman Sachs, в Merrill Lynch, да, потому что таких людей, если действительно их торговые стратегии позволяют это делать, действительно это можно сделать, да, но это очень высокие затраты, это высокий уровень капитала. И таких людей их выкупают еще со школьной скамьи, с университетской скамьи, да, где есть потенциал, и они работают в крупных банках, они не идут, не пылесосят деньги по 50 долларов, да, если они могут делать 2% в день при депозите в 50 долларов, ребят, зачем это делать, да, когда тебе банк, там, я не знаю, Goldman Sachs, там, Сити или Merrill Lynch, он тебе может отсыпать в управление, там, миллиард, и сказать, что там 10% чистой прибыли, это твоя прибыль. И вот подумайте, вообще разум включите, да, рассуждение, будут ли в этом случае эти люди работать, там, с людьми, которые привлекают на депозит по 50 долларов. То есть первый признак – это высокая норма прибыли. Там механика устроена таким образом, чем на более длительный срок ты размещаешь, тем большую доходность ты получаешь. Ну, условно, размещаешь на месяц, будешь получать, там, я не знаю, 10%, а если разместишь на год, получишь 24% в день. И формально они, как бы, начисляются, но их вывести нельзя, можно вывести только через год. И получается, что, опять-таки, вот эта вот жадность, да, она приводит к тому, что формально они видят, что на счете, как бы, баланс-то прибавляется. Он такой, ух ты, я большое количество миллионов уже на счету имею. И где-то там за 1-2 месяца до окончания депозита происходит скам, да, то есть ничего нет. И люди еще пополняют этот депозит, как правило. Кто-то говорит о доходности 10%, кто-то говорит о доходности, там, 8%. Поэтому первое, что меня всегда подозревает – это доходность. Второе – находится исключительно в интернете. Все встречи, все коллаборации происходят в интернете. Как правило, нет адреса. Как правило, это не значит, что адреса может не быть, потому что можно купить фиктивный адрес. Но, как правило, адресов не бывает. Это тоже признак. Второе – в какой юрисдикции действуют, да, то есть куда переводится. Третье – из-за того, что сейчас очень серьезно регулируется вопрос перевода денежных средств и легальности получаемых денежных средств. Причем это касается как получения средств, так и обратного их возврата, так и оперирования внутри этой самой компании. Очень многие компании сейчас работают с некими полусерыми платежными сервисами, да, или в криптовалюте на каких-то там непрозрачных кошельках, или это Perfect Money, да. То есть какие-то сервисы платежные, которые сами по себе берут высокие комиссии и которые, ну, не совсем находятся в белой зоне, которые не проводят идентификацию своих пользователей, что это легально полученные деньги. И почему здесь все понятно, да, потому что первое – привлечение, это все контролируется банками, второе – им потом обратно, когда они эти деньги получили, их тоже надо куда-то вывезти, да, и чтобы была возможность их, соответственно, перевести на собственный счет, то они утаиваются, да. То есть, как правило, стремление провести операцию и назначение платежа, которое указывается, да, то есть это тоже один из признаков, который говорит о том, что, скорее всего, связано с хайп-проектами. Третий признак – это все хайпы, вы должны понимать, что все хайп-проекты, они держатся на притоке новых клиентов. Если не будет притока новых клиентов, то, соответственно, это будет очень быстрый скан. И поэтому получается, что существуют реферальные программы, как правило, они очень щедрые. То есть привлекайте, привлекайте, собирайте, соберите там группу, соберите аудиторию. У нас есть человек, который с вами поработает, у нас есть, не знаю, амбассадор, который вам все это непосредственно расскажет, как это работает. Пожалуйста, собирайте, да, то есть смотрите, вы будете богатые, ваши дети будут богатые, и вы будете богатые, как в этом, в МММ, да, Леня Голубков. Сапоги, машина, квартира, да, то есть вот такой вот график рисуется, лестница в небо. Все будете богатые и счастливы, и делать ничего при этом не нужно, да. Мало того, за то, что вы просто порекомендуете, посоветуете, вы зарабатываете здесь, выплачивая, вы привлекаете людей, и мы от них вам еще денег на ваш счет зачислим, и вы будете зарабатывать больше с такой нормой доходности. Вот вам калькулятор, посчитайте, ребят, просто будете уже на самом деле. Вот Билла Гейтса вас там отделяет буквально каких-то 2-3 года, да, то есть если вы будете там активно работать и зарабатывать. Поэтому вот это тоже один из признаков, некая реферальная программа, ей может быть посвящено большое внимание, уделено много внимания. Соответственно, вот эти признаки. Лицензии. То есть если получается так, что хайп-проект упаковывается в некий инвестиционный проект, то инвестиционный проект, когда компания привлекает инвестиции, и у них там талантливые трейдеры, то есть это упаковывается в некий такой элемент доверительного управления. То деятельность по доверительному управлению в России лицензируется, и нужно иметь лицензии. Нужно проверять лицензии. Если компания предоставляет лицензии, то нужно смотреть, кем выдана лицензия, на что выдана лицензия, как давно выдана лицензия, то ли это юридическое лицо, на кого выдана лицензия. То есть именно такая правовая анализ, да, аналитика того, что вы получаете, с чем вы непосредственно работаете. Если физический адрес, кто является директором, какая подсудность, как разрешаются споры, договор публичной оферты. Все это стоит посмотреть непосредственно перед тем, как начать инвестировать. Ну, это, наверное, основные характеристики, самое простое, что называется, когда прилетают мне там, есть люди, которые там, мои друзья, что скажешь про это, что скажешь про это. Как только я увидел доходность больше 1% в день, ну, 365 минимум процентов годовых без учета капитализации, есть, просто заходите в Яндекс, В Яндексе есть, забиваете, в Яндексе, в Гугле, забиваете в поисковике монитор хайпов. Есть люди, которых штырит эта тема, которые считают, что они на этом очень много заработают. Эти люди создают прям отдельные мониторы хайпов, в которых вы просто берете адрес строки в интернете хайп проекта и в монитор хайпа его забиваете. Соответственно, монитор хайпов вам будет выдавать, что за проект, когда зарегистрирован, когда начал работать, как давно существует, платит, не платит, соскамился, не соскамился. То есть в большинстве своем в мониторы хайпов, да, проекты попадают достаточно быстро, потому что, еще раз говорю, есть люди, которые отдельно по этому поводу. Это, как правило, математики, люди, которые выстраивают определенные финансовые модели, которые стартуют относительно рано, когда хайп еще не находится в преддверии скама. То есть буквально там одну неделю работают и все быстро из него выскакивает. Есть такие люди, опять-таки, я говорю, тут нужно иметь навыки, компетенции, потерять немало денег для того, чтобы освоиться с этими непростыми инструментами. Но, как под спори, действительно может быть хорошая история, монитор хайпов, заходите на, их не так много хороших, качественных в выдаче, они там первые пять, по-моему, идут, не рекламные. На монитор хайпа забиваете адрес в сети интернет хайп-проекта и получаете анализ и оценку. Если не нашли на мониторе хайпа, берем предыдущие пункты, которые я сказал, нормы доходности, куда инвестируют, как лицензироваться, есть ли физическое присутствие или нет, есть ли реферальная ссылка, реферальная программа. Вот по этим пяти критериям вы, соответственно, можете распознать хайп. Ну, если не произошло самого страшного, да, то есть, когда уже проект на излете, да, когда он уже должен соскаемся, просто потеря денег и все. Блокировка, ничего не открывается, никуда не заходится, деньги не заводятся, него есть, вообще ничего нету, да, вернее, деньги могут еще заводиться, но уже не выводиться, выплат уже может не быть. Там начинают говорить, а вы внесите еще, и тогда мы вам премиальный статус оформим, выведем деньги ваши, да, то есть, ну, разные есть истории, да, то есть, если мы не попали в период скама, да, то это происходит следующее, люди начинают получать денег, и здесь начинает работать лимбическая система, жадность, то есть, человек, так, если я получаю, но платят же, вот я завел там 10 тысяч рублей, мне с 10 тысяч рублей там заплатили 5% за день, за день, получил 500 рублей завтра, получил 500 рублей послезавтра, то есть, в общей сложности там за 5 дней человеку заплатили 2,5 тысячи рублей, 25%, и он такой, так, а если я 100 тысяч заведу, это что, мне 25 выплатят? В неделю, в неделю еще раз, опа, выплачивали 25 за неделю, за месяц ему заплатили 100, он такой, так, я 100 вложил, и за месяц мне еще 100 выплатили, то есть, если я сейчас пойду возьму кредит, миллион под залог своей квартиры, то я в месяц буду получать миллион, а за год я получу 12 миллионов, и я быстренько закрою кредит, но дело в том, чтобы дойти психологически до того, чтобы инвестировать миллион, то есть, люди все равно же, помимо жадности, есть еще и страх, и, соответственно, получается, что страх все равно присутствует, потому что где-то рациональное начало человеку все равно говорит, слушай, блин, камон, 5% в месяц, Сбербанк дает там 9% от 10 миллионов рублей депозит на 3 года, а тебе тут за один день дают 5%, за 2 дня 10, то есть, в Сбербанке нужно вложить 10 миллионов на 3 года, чтобы получить сопоставимую норму прибыли, а здесь за 2 дня ты это получаешь, и поэтому так это и происходит, то есть, сначала по реферальным заходят, то есть, здесь получается некий двойной эффект, первый человек, который направил реферальную ссылку, потому что все равно по рефералке это идет, и здесь происходит некий двойной эффект, с одной стороны, первый человек, который привел, он с этого получил денег, и он такой, помимо своих денег, у него сталкиваются две вещи, собственные деньги и еще прибыль, которую он получает с привлеченных денег, нарастающим итогом, и вот это вот в голове, что я сейчас до миллиона доведу, буду получать по миллиону в месяц, Его просто разрывает, особенно у людей, которые доходы не очень высокие, особенно у людей, которые связаны с жизненными трудностями. У них получается уровень знаний, компетенции, образования недостаточен, и у них жадности гораздо больше, у них порог принятия решений. Когда они получают реальные выплаты, то они очень быстро разгоняются. Они разгоняются сами, и, как правильно, они находятся в таком окружении, которое позволяет им рассылать эти реферальные ссылки, потому что они показывают, говорят, ну вот, смотри, вот же, вот, 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 вот я получил. Хочешь, выведу? СМС-ку отправляют, бац, и вот они на счету ему образовались, да, то есть выплата пришла. Он говорит, видишь, всего, ну там, вложи полтинник вложи, и получается, что достаточно быстрый разгон. То есть, почему 5% в день очень скоростные хайпы, да, потому что они разгоняются очень быстро. Поэтому здесь эта жадность, это отдельная история, когда человек просто не может заснуть, и он в голове вот эту вот кубатуру делает, там, чего далеко ходить. Даже мама моя, да, она подверглась к тому, что она участвовала в физическом таком хайпе. Доходность была 20% в месяц. Был упакован это в кредитный кооператив, просуществовал два года, и вот именно на излете уже двух лет мамах, слава богу, там были какие-то небольшие деньги, ничего не посоветовалась. Просто потом позвонила, извинялась, потому что я ей перечислял деньги. Она забрала деньги с банковского депозита, начинала с 10 тысяч, потом 50 тысяч. Потом сказала, ну а что они на депозите у меня лежат, там, под 8% годовых, положу их туда, не посоветовавшись со мной. Потом сказала, вот перестали платить, что делать, и говорю, что делать, ни что не делать, не надо было этого делать. У нас мы всегда спрашиваем, что делать, когда уже что-то произошло. А лучше смотреть до того, когда вложить, подписаться, кстати, на канал MaxCapital, и понимать, с чем можем столкнуться в будущем. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Оставляйте ваши комментарии, что думаете о хайп-проекте, участвуете или нет, или раньше участвовали, или сейчас вы находитесь в числе тех, кто считает, что я быстро успею выскочить. Оставляйте комментарии, мне будет интересно.